Всем привет! Эвелина Ивана снова на месте. Шахматной рубрикой. Бриллиантовые тюды. О, Господи! Здесь, на этом этюде, Ян не помню, сказал бы свое грубое, но очень емкое слово, охарактеризующее полностью эту ситуацию, эту позицию. Мы видим, что пешка на А2. А чей это еще? Платонов и Лигер Темберланд 1999 года. Да? Непростая позиция, сразу видно, что пешка уже вот того, гляди, превратит с ферзя на поле А1, поэтому ход белых и нужно им действовать очень быстро, хотя мы видим, что у них есть слон и конь, которые должны орудовать здесь достаточно качественно. Первый ход, который мне вот здесь является, это вот шах. А может быть слон f6? Помягче. Слон f6. Да, слон f6 хороший ход. Ворон 0,9 уже опытный шахматист. Сразу зарит в корень. Вот, то есть мы вот предотвращаем поле превращения на А1. И если он, допустим, бьет, что мы делаем? Зачем он бьет? Д4 сначала, прямой вариант, смотри. Ну ладно, Д4. Д4, 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 и как мы можем здесь сыграть? Ну, то есть понятно, да, перекрывает поле, понятно? Король Д2, наверное. Король, как? Дима 2. Ну, он не может сыграть Дима 2, потому что он же сыграл Д4. Сейчас ход белых. И что мы видим? Мы видим потрясающий, потрясающий выигрыш! Какой выигрыш? Король Д3? Ну, ладно, что, нельзя было пофантазировать немножко. Слова закончились, что-то? Слова закончились. Ну что, давайте попробуем все-таки вариант слона Ф6. Так, король Д3, Д4, король Д3, Д4, ну что вот здесь в этой позиции сыграть? Чуть громче. Что здесь сыграть за белых в этой позиции? Ай-яй-яй! Ян не помнящий, помогай! Давайте свяжемся с Яном. Я сейчас напишу мою смс-ку. Так, ну он пишет, что у него сейчас занятие по скайпу. Через 50 минут договоримся. Ну, Ян нам не поможет, поэтому Ворон09, выручай! Так, ну что тут нужно? Что здесь? Д4 сыграно? Д4 сыграно. Да. И как вот здесь играть в этой позиции? Ну, мне кажется, это... Конь Е2 жертвуем коня? Конь Е2, все жертвует, видите, пешку он жертвует, коня жертвует. Ну, давайте сыграем. Конь Е2. А цель-то какая? Пад поставить себе? Король Д2. Король Д2. А почему он не бьет? Д3, Д3. Ну, это король Д3. Хорошо. Почему не бьет? Потому что слон Д4. Слон Д4. И все, и мы понимаем, что пешка... Ну, тут все равно слон Д4. Слон Д4 играем. Хорошо, слон Д4. Потому что защищает слона конь. И он теперь приходится бить. Берет. Ну, сейчас мы понимаем, что... Слон А1. Король Д1. Король Д1. Король Д1. А мы играем король Ж4. Король Ж4. Вот он играет, что он? Король С2, что ли? Что он хочет? Король С1. Король С... Ну, давайте король С1. Король С1. А мы играем король... Вот... Ж5. Ну, можно еще 5, да, в эти же... Король Ж5, король А6, король А7, король Ж7 и пешка. Король Б1. Король Б1. Ой, напугал, напугал. Вот, слоны Ф6 мы играем. Слон Ф6 вновь на Ф6 вернусь. Да. Такой слоненок у нас хороший. Я люблю слонов. Вы знаете, я была в Таиланде. Слоны потрясающие животные. Потрясающие. Ну, решение непростое, сразу говорю. На 11 ходу плату зарядил этот итер. Ой, ну а что здесь вот? Ну, как он может сыграть? В данной позиции? А6, что ли, шаг сделать? Ну, в данной позиции, по-моему, уже пора... Уже все. Пора сдаваться. Сушить лыжи. Давайте посмотрим, на каком ходу он сделал ошибку. Д4, что ли, неправильный ход был? Итак, слон Ф6. Слон Ф6. Д4. Д4 сразу. Конь Е2. Конь Е2. Второй бьет Е2. А1 ферзь. И мы делаем шаг. Слон БД4. Не все так просто. Не просто? Почему нельзя слон БД4 сыграть? Сможешь отреться? Слон БД4. Потому что будет ничья. По какой причине? Ну ладно. По какой причине? По причине того, что слон БД4. Слон БД4. Ферзь БД4. Ферзь БД4. Конь БД4. Король БД4. Король БД4. Король Ж5. Король БД3. И пешка прошла в ферзи. И пешка прошла в ферзи, да. Значит, по какой причине? Слон БД4. Слон БД4. король бьет е2 король бьет е2 слон бьет а1 и что мы видим? слон выживает слон выживает, да давайте посмотрим интересно надо посмотреть слон бьет d4 ш как здесь играть? приходится брать ферзь бьет d4 соответственно конь бьет конь бьет d4 и королю еще не остается сделать как бить тоже d4 d4 бьет король g4 король e6 не успеваем пешка сохранена пешка сохранена что то мы тут проморгали проморгали давайте с самого начала вызови компьютерную помощь что то мы не справляемся вот включить да? а она не включается включается только мягче надо нажать пустое поле вызываем компьютерную помощь коли наш кян пока занят ну вот он говорит прости но шахматное занятие итак слон f6 делаем ход слон f6 d4 d4 конь e2 конь d2 ну все верно а1 ферзь а1 ферзь слон d4 делаем слон d4 ферзь ферзь d4 конь d4 король d4 король d3 м что ли успевает? ты на варианты смотришь? да успевает зачем оппозицию занимать? а позицию занимает не выпускает мы с тобой до конца варианта не довели да вот наша ошибка все понятно возвращаемся отключай компьютерную помощь итак мы возвращаемся к коду в король d2 простите 1 ферзь очень сложная позиция слон d4 слон d4 ой сложная позиция конь c1 два восклицательных знака конь c1 мы же выбрать хотим все таки правильно изменение какое? изменение такое что изменение чувствуется сразу какое изменение? да во всех отношениях происходит ой теперь мы не связаны этим обязательством бить на поле d4 теперь мы играем уже против ферзя конечно потому что не может побить ферзь c1 мы играем ферзь слон g5 какую сторону ты выбираешь? с ферзем играть? или выигрывать? выигрывать выигрывать? тогда предлагай ход сейчас сейчас я сыграю за черных хорошо сыграю за черных с ферзем играть? а пока ферзь c1 бьет неправильно слон g5 шах король d3 король d3 слон бьет c1 король король e4 король кс Por король d4 для король d5 коруль бьет король d5 король e6 король аж 6 король th7 король идет Х7 король с Cheers Нет, король F8. А6. Король F7. Слон D2. D3. Слон E3. Король F8. Король F8. Слон G5. Король F7. Так. Король F7. Король A8. H8. Король F8. H7. Король F7. Слон H6, наверное, ты хочешь сыграть. Ну, хочу сыграть, да. Чтобы не приставал. На поле F8. Так, у меня слов нет. Сдаваться не хочется. Не хочется, а нужно. Так, давай возвращаемся лучше к позиции. Так, давайте возвращаемся к позиции, когда, так, к позиции, мы, наверное, возвращаемся, когда там, слон G5, так, конь C1, где этот ход? Нет, не тот, не тот, да не тот, где это? О! Как здесь надо играть? Ну, давай я сыграю. Король G4. Король бьет... Нет, король не может быть. Король D2? Король D2. Король D2. Слон G5. Шах. Король C2. Король C2. Король G4. Играй. Ферсты сильнее фигуру. Сильнее. Ну, так надо играть. Ферст C3. Ферст C3. Хочет селестышку или что-то хочешь делать. Геометрию сердца. Геометрию фигуру. С твоим королем. Геометрию у него. Слушай, какой хитрый. Ну, давайте. Я считаю, что тут надо подсказку брать. Ну, вот. Подсказка будет заключаться в том, что нам придется опять к компьютеру обращаться. Да. Либо потерять очень много времени. Ролик ограничен. Да, он так у нас обратился. Плюс, смотри-ка, оцень. Плюс 7, точка 3. Компьютер, помоги нам. И все-таки он рекомендует. Король D2. А он рекомендует вот этот король D2. А-а-а. Вот вилку. Вот мы вилку не заметили. Ай-яй-яй. Значит. Зевок. Зевок просто. Это был зевок. Это зевок. Моё дело в том, что мы не зевнули. Поэтому, значит, все-таки ферзь C1 бьет ферзь C1. Вместо король D2 откатываем вход назад. И смотрим длинное решение. Так. Готовы просмотреть длинное решение? Давайте посмотрим. Король D3. Король G4. Ну, он... Слон G5 делает шаг. Слон G5. А ты уже сделал его? Слон G5 шаг, король D3. Слон C1. Король C2. Король C2. Потому что мы уже смотрели, что бесполезно туда двигаться. Все-таки выигрывают белые. Слон F4, да. Более 2D3 двигает. Король идет к пешке. D2 мы забираем. Слон D2. Король D2. H. Ну, тут все. Технично. То есть все. Выигрыш. Не все так просто. Отмотай мне на ход седьмой. Слон F4. Шестой ход. Черный D3. Шестой ход черный D3. Так, это шестой ход. А шестой ход... Король C2, D3? Король C2 сыграно. Слон F4. Так, король... Сейчас. Этим мы начнем. Король C2. Слон F4. Д3. Вот. Д3. И теперь дальше смотрим. Король G4 сыграно. Король G4 сыграно. А, уже сыграно? Мы только что посмотрели, а это стоя. Слон F4 сыграно. Д2. Д2. Вот. А мы играли этот вариант. Д2, слон D2. Но ты короля подвинула. У тебя король стоит на G5. Сейчас, секунду. И так смотрим решение. Давайте смотрим решение. Слон F6. Слон F6. D4. D4. Конь E2. Восклицательный знак. Конь E2. Восклицательный знак. А1 ферзь. Вынужденный поставить ферзя. Конь C1. Конь C1. Тихий, но очень верно. С двумя восклицательными знаками. То, что теперь пешка D3 защищена. И не так просто добраться. А получается у ферзя полей не так много. У черного. Он не успевает включиться в игру, а грозит мат. А грозит мат, действительно. Мат в один ход грозит. Как мы видим. Поэтому приходится все-таки бить коня. Ну, делается шаховый размер получается. Отыгрывается ферзь. Так, король на этот шах все-таки съедает пешку с темпом вроде бы. Слон C1. Король C2. Ну, слон F4. Слон F4. Обрати внимание, не двигается твой король. Проскочила. Так, здесь D3. D3, ну все. И теперь король идет к полю. А6, чтобы съездить пешку. H7 провести. D2. Вынужденный, значит, в этом варианте все-таки. Ну, он там же показывает, то есть 50. Проходную пешку. Король D2. Король G5. И на один темп не успевает. Так, король G5, король G3. А позицию проходи, донально держит. Король H6. Король F4. А позиция держится. Ну, буквально на выход не хватает. Король H7. Те, что забирается. Король G5. H6. Король F6. Ну, вот, король G8. Все, это выигрыш. Ну, вот, мы до конца все-таки вариант должны были привести. Да. То есть, это очень даже показательная теоретическая позиция. Показательная. Если бы мы Коля G8 не отвоевали, то вполне возможно, могу закончить по-другому. Ну, что скажешь по поводу этого этюда? Хочу сказать, что это действительно бриллиантовый этюд. Спасибо за создателем, за такую прекрасную, полезную позицию. И мы видим, что... Отключаем компьютер. Да, давайте отключаем компьютер. И мы видим, что... Пустое поле. И мы видим, что... Пустое поле. Пустое поле. И мы видим, что полезные партии бывают и искусственно созданные, и встречаются в теоретических партиях. Спасибо, что были с нами. И это великолепный практический этюд Платонова и... Платова. Платова и вот Райгер Тимберланда. 1999 год.